Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа 112 и я ее ведущий Мирам Кошин Ширеков. Оперативная обстановка по области за прошедшую неделю. С 8 по 14 мая по области зарегистрировано 7 чрезвычайных ситуаций, 6 техногенного и 1 природного характера, в результате которых получили травмы 2 человека, погиб 1 человек. 10 мая в 16 часов 42 минуты поступило сообщение о пожаре в городе Павлодар по улице Малой Сары-Батыра в двухкомнатной квартире. На балконе происходило горение деревянных конструкций, оконной рамы, пола, домашних вещей, мебели на общей площади 6 квадратных метров. От воздействия высокой температуры оплавилось пластиковое окно. В соседней квартире на балконе тление деревянного пола на площади 0,1 квадратный метр. 10 мая в 18 часов 4 минуты поступило сообщение о пожаре в районе Теренколь в селе Федоровка в двухквартирном доме в пятикомнатной квартире. Происходило горение деревянных конструкций кровли с частичным обрушением, горение домашних вещей, мебели на общей площади 90 квадратных метров. В соседней квартире происходило горение деревянных конструкций кровли на площади 3 квадратных метра. 11 мая в 2 часа 3 минуты поступило сообщение о пожаре в Успенском районе в селе Галицкое в пятикомнатном жилом доме. Происходило горение деревянных конструкций кровли с частичным обрушением, горение домашних вещей, мебели на общей площади 250 квадратных метров. В ходе тушения пожара было обнаружено тело ребенка 2012 года рождения без признаков жизни. Хозяин дома мужчина 1986 года рождения с ожогами второй и третьей степени госпитализирован в первую городскую больницу города Павлодар. 13 мая в 1 час 1 минуту поступило сообщение о пожаре в Павлодарском районе в селе Чернорецк. На территории частного домовладения происходило горение деревянных конструкций кровли с частичным обрушением в трехкомнатном жилом доме. Внутри дома горение домашних вещей, мебели, бытовой техники на общей площади 90 квадратных метров. 13 мая в 17 часов 6 минут поступило сообщение о пожаре в городе Кибастуз по улице Королева в пятиэтажном многоквартирном доме. В двухкомнатной квартире происходило горение на кухне, домашних вещей, мебели на общей площади 4 квадратных метра. В ходе тушения на кухне был обнаружен хозяин квартиры без сознания. В тяжелом состоянии кареты скорой медицинской помощи был доставлен в Экибастузскую городскую больницу в отделение реанимации с диагнозом отравления продуктами горения, термические ожоги головы, шеи, туловища 27%, ожог верхних дыхательных пустей 10%. 13 мая в 20 часов 20 минут поступило сообщение о пожаре в Иртышском районе. В селе Иртышск на открытой территории в автомобиле марки ВАЗ 1986 года выпуска полностью выгорел салон на площади 3 квадратных метра. 11 мая в 15 часов 46 минут поступило сообщение о пожаре в Железинском районе. В селе Веселая Роща на территории Михайловского лесничества на лесопокрытой территории происходило горение сухой травы на площади 1 гектар. По всем вактам пожаров приняты соответствующие решения за нарушение требований правил пожарной безопасности. Виновные лица привлечены к ответственности. За отчетный период в дежурно-диспетчерские службы департамента поступило 67 сообщений. Из них о пожарах 7, о загораниях 48, о проведении аварийно-спасательных работ 6 и 6 сообщений различного характера. Уважаемые жители и гости Павлодарской области, в связи с повышением температуры воздуха и наступлением пожароопасного периода, Департамент по чрезвычайным ситуациям Павлодарской области убедительно просит соблюдать требования правил пожарной безопасности в лесных массивах, пойменной территории, а также на дачных участках. До новых встреч! Продолжение следует...